Всем привет! Меня зовут Митя, мы на канале Пекарь Стас, и здесь мы общаемся, знакомимся с людьми, которым есть что рассказать о покере. Для тех, кто не в курсе, здесь мы собираемся для того, чтобы пообщаться, поделиться опытом, узнать какие-то полезные советы. И каждый раз к вашим услугам будет человек, который уже чего-то достиг в покере. Человек, которому есть что рассказать, и наверняка общение с ним будет интересно не только мне, но и вам тоже. И все это вместе называется Пекарь Подкаст. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и, конечно же, комментировать. В комментариях, пожалуйста, пишите тех людей, которых вы бы хотели увидеть в будущих выпусках. И сегодня у меня в гостях один из основных сотрудников портала Пекарь Стас. Это человек, благодаря которому вы сейчас вот так вот надежно и удобно путешествуете по нашему порталу. Ну и об огромном количестве других обязанностей, которые взвалены на его плечи, он расскажет сам. Кость, привет! Привет, привет! Кость, ну вот как было в стародавние времена, которые мы с тобой помним? Ну, я-то точно. Если кто-то говорил, что зарабатывает Покером, то все было очевидно, понятно. Человек играет, выигрывает или проигрывает, хотя если зарабатывает, то, наверное, все-таки выигрывает. Но с тех пор прошло очень много времени, все изменилось. Покер разрос своими такими, в положительном смысле, метастазами в росте в наш окружающий мир. И теперь стало все немножко по-другому. Существует огромное количество людей, которые как бы работают в сфере Покера. Ну, например, такие, как я. Ну, или, например, такие, как ты. Таких людей нельзя назвать игроками в полной мере. Ну, и нельзя назвать людьми далекими от Покера. Вот давай разъясним эти хитросплетения. Скажи, чем для тебя сегодня является Покер? Ну, непосредственно Покер это работа для меня. То есть, я не могу сказать, что я там прям, не знаю, там, жить без него не могу и так далее. То есть, я именно ушел в большинстве, в такую направление аффилейтинга. То есть, скорее, Покерный аффилейтинг для меня, да. Это уже важная часть жизни. А в Покере, да я, в принципе, ближе к такому. Рего фишу скорее, потому что я, ну, как минимум, я не наигрываю в дистанции. Я как раз классический игрок-любитель, который там может зайти, там, именно под настроение поиграть. Ну, точнее, во всем случае, до этого так было. Сейчас, в последнее время, на это даже и времени просто нет. Кость, скажи, а мог ли ты представить себе, что вот после стольких лет с Пекарем, и тут я, кстати, подвисаю, потому что не могу сказать, после скольких лет, 5, 6, сколько? Я вот тебе прям точно не скажу, ну, смотри, я вспомнил дату, я с Покером просто, я в Покер пришел онлайн с самого начала 2013 года, тут точно, потому что там была такая история, мы Новый год провели в компании друзей, и там был один из них принес Покерный набор. Поэтому, собственно, мы встретили Новый год там за, условно говоря, Покерным столом таким. Вот. После этого, там, на 1 января тот же приятель там показал онлайн Покер Старс, да, там, что типа можно играть онлайн и так далее. Ну, я посмотрел, окей, в следующей, в другой компании уже там, на Рождество, у друзей рассказали мы всю эту историю, как мы там встречали Новый год, и там уже мне друг посоветовал, что вот есть такой портал, как Покер Стратеджи, да, и что можно там бесплатный полтинник и попробовать, и так далее. То есть, вот с тем, когда я начал играть в Покер, оно было в 2013 году, а на Пекере я, наверное, ну, то ли с 2014, то ли с 2015 года, скорее, скорее где-то с 2015. Понятно. Ну, слушай, это срок такой серьезный достаточно. Вот, если мы во времени переместимся в те незапамятные времена, вот мог ли ты тогда представить, что Покер будет являться настолько серьезной частью твоей жизни, настолько тебя проглотит и станет вот такой профессией настоящей? Ну, нет, конечно, я такого там сильно не предвидел, не планировал, то есть оно как-то само развивалось постепенно. Может быть, оно само и развивалось, но определенные усилия ты точно приложил, потому что, ну, мы эту историю позже поподробнее обсудим, ты сначала очень много вещей делал просто так, for fun, и я так понимаю, даже специально и не стремился попадать в команду Пекарь Стас. Нет, смотри, я именно специально в команду не стремился, но когда такая возможность предоставилась, я от нее не отказывался. То есть мне это было банально интересно, то есть что-то новое узнать, то есть, ну, скажем так, до этого у меня опыта по работе с сайтами не было, но, в принципе, интерес к ним был. Я когда-то еще давно, до покера, там, у меня было желание быть дизайнером графическим, как раз там по веб-разработке, оно там не свершилось, хотя какие-то там навыки я получил, вот таким вот извращенным способом оно через 10 лет в итоге там переросло в то, что я все-таки пришел в эту сферу. Но давай отмотаем еще немного назад время, потому что до Пекаря была еще целая история, ты начал ее рассказывать, это покерный стол на Новый год, когда ты еще совсем не умел играть, но и вот интересно было бы узнать, каким образом вот тот невзрачный покерный столик без особых знания правил с друзьями вдруг стал причиной того, что ты полюбил онлайн-покер? Ну, слушай, в принципе, я могу себя назвать геймером, то есть я с детства играю в разные игры, то есть сама, как бы, игровая индустрия мне близка. Ну, конечно, больше там какие-то там компьютерные, но, как бы, то есть, опять же, детство там с настолками какими-то прошло, то есть сама по себе карточная игра, в которой есть какая-то стратегия, в которой можно за счет своих действий побеждать, она мне была интересна. Вот, но я не могу сказать, что покер там стал для меня там всем и так далее, то есть на какой-то период в моей жизни он, скажем так, хорошо стал отвечать моим интересам, то есть он мог дать то, что я хотел, а хотелось мне в тот момент какой-то свободы, скажем так, более свободного графика и так далее, то есть возможности работать удаленно, возможности работать дома с компьютера, это вот как раз покер отлично давал. Потом, когда я начал уже переходить больше в сторону работы сайта, то есть я там какое-то время совмещал игру с загрузкой по сайту, а потом задач становилось все больше и, соответственно, игры становилось все меньше. Вот так я плавно перетек именно уже полностью работу по сайту. То есть на самом деле, то есть когда уже я смог уйти полностью погрузиться с головой в сайт, то ну как бы покер сам собой отпал, потому что для меня это все-таки была в первую очередь возможность вот именно вот этой удаленной работы, там свободного графика, такого вот образа жизни, где ты можешь куда-то поехать в другую страну и оттуда там полноценно так же работать и жить. Именно, то есть покер это все дает, но в том числе это можно добиться и не только покера. Кстати, вот было интересно бы узнать, а в какой покерной кондиции ты взобрался на судно под названием Пекарь Стас? Вот на тот момент, когда ты начал работать с порталом, что ты играл как покерист? Слушай, я более-менее уверенно себя чувствовал на НЛ-25. Я там пытался выбираться на НЛ-50, но там и дистанции у меня особо не было, и я там себя уже так довольно напряженно чувствовал. Основной лимит НЛ-10 и НЛ-25 у меня всю жизнь был. Ну, до этого я там еще, наверное, года полтора-два катал НЛ-2 и НЛ-5. Совсем дико лимиты. То есть я в покерном плане, я полный фишара. Слушай, ну фишара не фишара, а я знаю многих людей, которые, в общем-то, неплохо играя и побивая НЛ-25, живут, в принципе, достаточно неплохо по их меркам. А у тебя на тот момент вот этот источник дохода был единственным? Ну, какой-то был период, да, когда я именно только за счет покера и жил. У меня там, то есть, когда я изначально пришел в покер, я совмещал его с работой. Это позволяло там немного играть, немного обучаться. Ну и при этом, как бы, я не зависел от него. То есть весь банкролл там крутился чисто в покере. А потом, как раз накануне кризиса, в конце, по-моему, 13-го года, меня уволили. Там сокращение было, поэтому, да, я потом около года как раз за счет покера и существовал. Понятно. И вот с тех пор, как ты попал в Пекарь Стас и стал одной из самых важных его частей, ну, скажем так, сердцем или мозгом, стал ли покер только хобби? Или все-таки еще какие-то амбиции ты в покере испытываешь? Не-не-не, это для меня стало чисто хобби. То есть довольно тяжело по времени и там энергетическим каким-то затратам это совмещать. Ты либо покерист, либо ты посвящаешь себя полностью там другой работе, сайту там и так далее. То есть это немного все-таки разные направления. Понятно, Кость. Ну, в общем, широко известно в узких кругах, что на тебя вызвали на огромное количество неизмеримое, неисчислимое обязанностей в рамках нашего проекта. Ну, давай расскажем общественности, собственно, какие именно обязанности ты выполняешь в рамках Пекарь Стаса. А, слушай, ну, сложно так сходу ответить. Ну, основная часть, ну, на самом деле, у нас есть раздел контактов на сайте, там довольно многое написано. То есть это идет консультация игроков, помощь техническая в основном вся на мне, и часть технических вопросов внутренних по сайту тоже идет от меня, в всяком случае то, что касается там ряда статей и прочего. То есть имант на сайте, он как главный руководитель идет, он же задает общее направление развития сайта, его внешний вид, вот как выглядит сайт, весь дизайн, это вот именно полностью задумка иманта, весь его функционал и так далее. А она мне уже такая более рутинная работа, техническая и так далее. Ясно. Ну, вот интересно было бы узнать, насколько много времени у тебя занимает осуществление всех своих обязанностей. Вот можешь рассказать распорядок своего дня? Он ненормированный, то есть в какие-то дни это может быть и все-таки не супер там какое-то огромное количество времени, но вот в текущей обстановке, особенно я уезжал в отпуск на неделю, и приходилось перед этим и частично в отпуске плотно посидеть за компьютером. Вот как раз когда пошли все новости про Покер Старс и остальные события. Окей, поговорим об остальных событиях. Скажи, как они сказали с твоей точки зрения уже на Покере и, возможно, каким образом повлияют на Покерную индустрию в каком-то обозримом будущем? Ну, повлияли они каким образом. Сейчас идет глобальный передел по трафику. Ну, он не супер прям глобальный, но эффект заметен. То есть у нас на сайте выходила недавно статья от нашего, от моего коллеги Артема. Он как раз замерял трафик и смотрел изменения. Но, опять же, эти процессы все еще идут. То есть далеко не все игроки там в первый же день ломанулись куда-то переходить. Они все еще продолжают. И сейчас, я думаю, будет активная миграция между Покерумами. То есть кто-то перешел, например, на Red Star из игроков из России. Он поиграет, ему там не понравится. Он пойдет в следующий Покерум. И вот, я думаю, в ближайшие несколько месяцев будет идти именно вот такая вот. Люди будут что-то пробовать, что-то новое. Просто на самом деле многие игроки, ну вот, по моему опыту, они сидели на тех же Старзах. И, ну, как бы, вроде как другие Покерумы есть, какой-то попробовал. Но там уже налажено, не знаю, все настроено у человека. Все понятно, поле размечено. И действительно не хочется оттуда переходить. То есть, сейчас та обстановка, которая получилась, принудительно всех заставили попробовать что-то новое. Во всяком случае, Старзы, игроков Старзов. До этого, кстати, опять же, пошел Пати Покер. Это тоже такое было заметное событие. Потому что тоже достаточно много игроков из России там играло. Ну, не такое количество, как на Пати, но приличное. В смысле, не такое количество, как на Старзах. Поэтому, в этом плане сейчас ряд Покерумов, ряд сетей, они выбиваются вверх. По трафику это заметно. Ну, тот же Айпокер очень сильно поднялся по сравнению с тем, где он был год назад. Год назад они, по-моему, там даже в десятку Румов по трафику не входили. А сейчас они, по сути, на третьем месте, по-моему. Они вместе с сетью Видинг сейчас борются за третье-четвертое место. То один вырвется в Рум, то другой. Покерок очень интересно поступил. И закрепился на первом месте. Так что достаточно все активно сейчас происходит. Но глобально я не вижу пока проблемы. То есть, если не разразится какой-нибудь очередной экономический кризис, который затронет весь мир, то проблем каких-то особых в онлайн-покере не будет. И, во всяком случае, для стран бывшего СНГ. Да, слушай, вообще странно. Получается, что покер, несмотря на постоянные слухи о его смерти, как-то выживает во все-во все глобальные кризисы. Вот начиная с 2014 года покеристы только выиграли за счет роста валюты. А что уж тут говорить про 2020-й пандемийный год? Ну, вот в 2020-м сработало вообще на весь мир. Потому что все оказались заперты по домам. Что делать? Ну, сидеть, играть во что-то. В том числе в покер. Там трафик именно тогда сильно вырос. Текущая ситуация, она все-таки достаточно локальная. Она касается только вот наших ближайших стран. Для Европы в этом плане или там условной Америки ничего не меняется. Для них весь там конфликт это там на уровне каких-то там того же Ирака, Ирана. Они это так наблюдают. Но я не думаю, что их это как-то сильно волнует и прочее. Что они из-за этого что-то изменят. Начнут играть меньше или наоборот больше. То есть весь вопрос, чтобы это все не перешло в какой-то экономический кризис. То есть, ну, оно вполне понятно. Если условного европейца, там немца, станет меньше денег свободных, то вероятно он их перестанет тратить в покере. Соответственно, на одного покерного фиша станет меньше. Если таких случаев будет много, то вот тогда уже это затронет и всех онлайн-покеристов, всех регуляров. Кость, насколько тебя вообще устраивает сегодняшнее твое положение, твоя профессия, твоя должность? И есть ли к чему стремиться дальше? Слушай, меня все на 100% устраивает. Стремиться есть к чему. То есть развиваться профессионально и что-то новое создавать и так далее. То есть меня как раз таки все полностью устраивает. Знаешь, вот эта известная шутка про то, что покеру осталось два года. Я ее опять же застал тогда в 2013 году. Я тогда даже как бы не сильно разбираюсь в индустрии. Все это читал, грустил. То есть какие-то профессионалы пишут, что... Я уже эту шутку шучу 10 лет примерно. Да, что вот все осталось два года. Я тогда даже, по-моему, подзабил на несколько месяцев после этого. Вот. Ну типа, а что действительно делать это в покере, куда развиваться? Вот. Но на самом деле, естественно, риски какие-то есть. Но они больше, знаешь, вот именно последние пару лет гораздо большую роль играли там какие-то проблемы со стороны платежных систем. То есть когда ты не можешь нормально сделать депозит в покер, когда тебе надо его обходить и так далее. Но опять же здесь в целом я на все это смотрю позитивно. Криптовалюта развивается. Покерумы начинают. Главное, что покерумы переходят на прием платежей в криптовалюте. Сейчас крипта наша все. И, ну, то есть мы это всем игрокам рекомендуем. То, что надо в этом плане развиваться, разбираться. Потому что, скорее всего, дальше, чем будет дальше все это идти, закручивание гаек, тем актуальнее будет становиться платежки именно в крипте. Ну и на сегодняшний день они самые выгодные с точки зрения комиссии. Да, тут не поспоришь. Против крипты совершенно верно, в общем, уже не попрешь. Давай вернемся к нашему сайту. Это сложнейшая система, в которой очень много внутри находится всего. Скажи, как это будет развиваться дальше? Есть ли у тебя планы? Куда идешь? Ну, смотри, планы по развитию сайта, естественно, есть. На самом деле, над ним работа не останавливалась последнее там, ну, последнее все время. Просто мы периодически публикуем на сайте такие обзоры того, что поменялось. И там, несмотря на то, что визуально сейчас уже не настолько там постоянные и частые изменения, но, например, вот это прошедшее, ну да, наверное, лето прошлого года, оно было посвящено там, скажем, внутренним различным оптимизациям, и после них сайт стал в разы быстрее загружаться, в том числе на мобильных устройствах. То есть такие уже идут мелкие изменения. Что касается того, что можно будет увидеть, отследить, ну, вот ближайшая цель, об этом тоже, в принципе, мы уже писали, у нас будет добавление блогов обновленных на сайт. Это уже, насколько я в курсе, с дизайнерской стороны уже решенный вопрос, там осталось только чисто программирование. Так что я думаю, ну, если не первая половина этого года, то начало второй половины этого года это уже должно быть реализовано на сайте. То есть мы полностью откажемся от старого форума, и все это будет интегрировано на сайт со всеми новыми профилями, со всеми новыми возможностями, и, скорее всего, вот это направление будет дальше прорабатываться. Скажем так, другие задумки тоже есть, но я пока не могу их озвучивать. Ну, то есть приятно слышать, что горшочек продолжает варить. Нет, конечно, у нас есть разные идеи, они обдумываются, и, то есть, мы закончим текущий этап, он как бы тоже там, да, интеграция блогов, это достаточно крупная задача, ну, с точки зрения, там, наших прогеров. И что-то новое обязательно будет добавляться. Отлично, и давай вернемся в самое начало разговора. Мы ведь обещали рассказать, каким образом ты вообще попал в Пекарь Стаса. Ну, с моей точки зрения история очень удивительная, ну, посмотрим твою версию, как она будет звучать в твоих устах. Я пришел на форум изначально с целью, на форум Пекарь Стаса с целью просто получить те ответы, которые я перестал получать на стратеджи, то есть, мне хотелось участвовать в оценке, раздать, чтобы те ребята, которые тогда там были оценщиками, что-то там мне посоветовали и так далее. В процессе я постил, ну, то есть, давал какие-то ответы тем, кто там спрашивал по настройкам в ходу менеджера. Ну, поскольку я успел поиграть в нескольких румах, успел разобраться в этом софте, мне там было несложно что-то посоветовать. Это все заметил Иманд, и поскольку он как раз планировал добавить на, не только на форуме этот раздел, но и такой, насколько я помню, у нас там был регулярный формат этих вопросов на сайт. То есть, он прикрутил на сайте форму, тогда еще был старый сайт со старым движком, туда прикрутилась форма, куда можно было ставить вопрос. Он прилетал мне на почту, и, соответственно, дальше я уже отвечал на него на сайте, то есть, оформлял все это на сайте. Вот с этого я именно начинал. Ну, то есть, мне это тогда очень понравилось, даже не с точки зрения того, что, ну, во-первых, там какая-то денежка капала. Я уже точно не помню, по-моему, что-то вроде 2,5 долларов за пост. Но мне это было неинтересно не только с точки зрения денег, я так чисто помню, как бы сумма небольшая, но я прикинул, ну, из разряда на отпуск, там, да, раз в год. Уже неплохо что-то. Но мне это было интересно с точки зрения каких-то новых знаний, то есть, поработать по сайту и прочее было достаточно так интересно. То есть, опять же, там, в целом позитивная вещь, то, что можно кому-то помогать, там, что-то разбираться. Через какое-то время, как бы, сама рубрика зашла, вопросов стало больше. Появились там дополнительные задачи, например, там, оформление статей на сайте. И потом вот это все развивалось в этом направлении. То есть, ну, основное, как сказать, то есть, в какой-то момент появлялась какая-то задача. Иманд ее предлагал там мне, либо другим редакторам. Кто-то там, которые тогда были на сайте тоже. Кто-то, например, соглашался, там у нас был на тот момент один парень, он там вроде бы какую-то задачу брал, потом там или отказывался, или не справлялся, я уже нюансов не помню. Соответственно, предлагали ее мне, я опять же там. Единственное, что я делал, я не отказывался, как говорится. И вот таким образом росло количество задач, ну и в целом дальше развивался в этом направлении. Вот если бы не покер, то чем бы ты сейчас занимался, как думаешь? Без понятия. Я за жизнь успел перепробовать достаточно много разных направлений. То есть, я начинал работать, у меня был опыт дизайнером. То есть, именно как творческий дизайнер из меня, как из Дельмапуля, но как технический дизайнер, какая-то верстка и прочее, я вполне справлялся. У меня там несколько лет был опыт. Я работал потом продажником. Такое совмещение было торгового представителя и мерчендайзера. То есть, куда еще могла жизнь завести, я даже не знаю. И несмотря на огромную вариативность всего, что с тобой могло произойти, ты попал вот сюда. И я так понимаю, что ты доволен происшедшим. Я думаю, да, это определенно была удача. Потому что в целом такое направление для меня было интересно. Но попасть в него вот так сходу тоже, скажем так, я даже не знаю, как бы я мог еще на него натолкнуться. Понятно. Кость, но вот мы с тобой только что поговорили о том, кем бы ты мог стать, если тебя чудом не занесло бы вот в эту кокерную сферу. А вот теперь давай пофантазируем. А если вдруг, не дай бог, что-то совсем глобальное плохое случится, то кем бы ты мог стать? Вот есть ли какие-то варианты, какие-то профессии, которые ты готов подхватить, если вдруг придется оставить твою любимую работу? Ну вот в этом плане теперь у меня голова не болит. То есть опять же то же самое создание сайтов, село направление. То есть поскольку есть уже различный богатый опыт, то куда его применить, вариантов уже много. Звучит оптимистично, очень жизнеутверждающее. Опять же в целом, поскольку я последние несколько лет как минимум активно там что-то у меня уходит на те же инвестиции, то есть я, если у нас там опять же окончательно не схлопнется наш фондовый рынок, я возможно какое-то время проживу и вообще безработный, условно говоря. Еще больше оптимизма. Супер просто. Слушай, я очень рад за тебя. Я очень рад, что вы так нашли с Иммутом друг друга. Я так понимаю, что вы как в музыке, знаешь, Леннон и Маккартни. Вот что-то подобное. Правильно я понимаю? Нет, ты знаешь, в этом плане у нас получилось довольно, на мой взгляд, по всякому случаю, удачная команда, потому что, я же как говорил, из меня дизайнер, как из Дима Пуля. То есть для меня подобрать там нормальные оттенки цвета и шрихты и прочее, это та еще задача. То есть технически я знаю, как это все сделать, а с точки зрения там цветовой гаммы и прочего, это как раз таки вот идеально получается у Иммута. То есть он задает общее направление, как это все выглядит, как, куда развиваться. Опять же, он согласовывает все по сделкам и общению с румами, опять же, в чем я точно не силен. Поэтому у нас такое получилось разделение по тем сторонам, кто именно где силен. То есть копаться в какой-то технической части, что-то анализировать. Вот мне как раз это нравится, оно мне доставляет удовольствие, и я это с удовольствием беру на себя. Что-то там, опять же, по контенту создавать и так далее. Понятно. Кость, ну и давай напоследок такой открытый вопрос, знаешь, даже скорее напутствие. Вот можешь сделать такое напутствие людям, которые сейчас хотят погрузиться в покер с головой, или не совсем с головой, тем людям, которые нас с тобой сегодня слушают, тем, кто пришел на портал Пекарь Стас и хотят в нем задержаться. Ну смотри, именно вот вообще, если говорить о перспективности покера, то, как минимум, пробовать стоит, потому что, ну, у всех из нас разные сильные стороны, разные слабости. Покер, вот на мой взгляд, он, как бы тебе сказать, он требует определенного набора навыков в определенной пропорции. Тут, вот, сложно просто сказать, ну, знаешь, скажем, там, нулевая, там, ну там, тильта устойчивость, да, ну, чисто она ничего не решает. То есть тебе нужно какой-то синтез из того, что надо тебе, там, какой-то усидчивость, умение, там, что-то анализировать, при этом не быть тильтовым, при этом иметь какую-то вот маленькую жилочку лудований, как мне кажется. То есть у тебя должен быть азарт, у тебя должно быть желание все-таки играть. И вот, есть это все у тебя или нет, есть у тебя необходимый набор качеств, ты, собственно, и проверяешь в покере. Отсев идет, на самом деле, достаточно серьезно. То есть я с теми ребятами, с которыми я там тогда начинал в том же 2014 году там на форуме общаться, по-моему, там практически никто из них не играет. Во всяком случае, я их не вижу в какой-то там инфосфере нашего сайта. То есть в среднем, по моему опыту, онлайн-покерист живет от года до пяти лет. Более пяти лет остается очень маленький процент игроков. Но они уже такие ребята типа Иннера и прочих мастодонтов, которые играют, собственно, уже там, больше сколько, лет 15? Ну, года с 2009, да? Ну, меньше чуть-чуть получается. Вот, то есть, но при этом покер дает неплохую возможность, на мой взгляд, условно, для студентов, для тех ребят, которым там еще нет 25 лет. То есть, без проблем его попробовать, совмещать с чем-то. То есть, как по мне, это отличное направление. Куда потом развиваться? Ну, вот покер сам по себе, он, конечно, нельзя сказать. То есть, знаешь, там есть такой типа, потом можно в инвестиции пойти, еще что-то. Нет, на самом деле, два разных направления. То есть, но определенное мышление он задает. Мышление, если разовьется мышление вероятностями, то оно будет полезно в целом жизни. Независимо от того, где будешь потом дальше себя применять и развивать. Что посоветовать? Ну, смотри, чисто банальные истины из разряда, что стоит диверсифицировать свой банальный банкрол, чтобы не оказаться в ситуации, когда он у тебя... Ну, вот, как это было с фултилтом, когда он вообще обанкротился, как сейчас происходит, когда у людей зависают банкролы в ряде румов. Вот, то есть, опять же, это то же самое может произойти с любой платежной системой. То, что мы наблюдали со скрилом. Ну, там, опять же, были возможности вывести, но в любом случае это определенные затраты, комиссии и так далее. То есть, всегда стоит как-то диверсифицировать себя по банкролу, по игре. А еще, что можно посоветовать ребятам, кто в целом вышел на профессиональный уровень, живет с этого дела, я бы посоветовал задумываться все-таки условно о пенсии, то есть о каких-то накоплениях, которые бы позволили им в будущем как минимум какое-то время не работать, а в идеале все-таки и жить с них. То есть, это то, что надо иметь. Подушку безопасности. Ну, что ж, вот такой совет. Мне кажется, отличное завершение нашего разговора. Ребята, вот то, чего нет в современных российских автомобилях, вот это вам нужно где-то раздобыть. Хоть это и не просто. В наше, как я сказал, непростое время. Кость, спасибо тебе огромное за этот разговор. Я надеюсь, что наш портал Пекарь Стас ждут исключительно успехи и абсолютно безоблачное будущее, потому что в нем работают такие люди, например, как ты. Огромное тебе спасибо за то время, которое ты потратил на наш с тобой разговор. Я бы с удовольствием его продолжил, но хронометраж – все. И тебе спасибо. Ну что ж, ребята, Костя возвращается к своему праведному труду, встает на свою вечную вахту, а все для того, чтобы вам было удобно и приятно работать и жить. Пишите свои комментарии, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Скоро новые встречи. Обязательно проявляйте активность. Мы хотим становиться лучше, и никто, кроме вас, так нам не помогает. Всем пока. Играешь много и делаешь более 300 долларов рейка в месяц? Мы предоставляем нашим игрокам топовые рейкбэк-сделки во всех популярных покер-румах. Помимо рейкбэка от нас вы также получите доступ в вип-клуб нашего сайта с обучающим контентом, выдаем бесплатно вспомогательный софт, майнинг, конвертеры, тулзы, капшены и лейауты, а также пекарь Стас Пойнс, который можно потратить на обучение с тренерами или в нашем магазине Покер Софта. За подробностями о рейкбэк-сделках обращайтесь по указанным контактам в Скайп или Телеграм. Или по ссылке www.pecarstas.com slash pro deals. Спасибо, что посмотрели данное видео и хорошего вам дня! Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк данному видео!